Немного воображения и мешок превращается в коварного врага. Попасть в него штыком задача не такая простая, как кажется. Но на интерактивной площадке штыковой бой свои силы мог попробовать любой желающий. Также в фойе волейбольного работала выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Например, пистолет-пулемет Судаева, разработанный в блокадном Ленинграде, особая гордость организаторов выставки. Его легкость, его практичность, безотказность, она, конечно, была безупречна. И самое главное, чем он уникален, то, что это было сделано все для блокадного Ленинграда. И выпускался именно в блокадном Ленинграде люди, которые голодные, изнеможденные. Однако все это они делали своими руками. Все для победы. Об участии в открытом турнире по настольной игре Великой Отечественной заранее заявили порядка 20 команд. В волейбольный центр приехали более 30. С одной стороны, это усложнило работу организаторов, с другой их порадовало. Дабы никого не обижать, мы никому не отказываем от регистрации сейчас. Но те команды, которые прибыли массово, особенно, я благодарю, 17-ю и 13-ю школу, Ваши волейбольные составы, наиболее боевые, сейчас окажутся за столами. А те, кто еще не очень обладел игровой механикой, вы будете поддерживать свои команды. И я надеюсь, что вы участвуете в викторине. На игровых столах участников соревнований карточки с тактической обстановкой, карточки приказов и танки. Все почти как на войне, только в миниатюре, без риска для жизни и здоровья, с пользой для образования. Любовь к родине, она священна. И вот сегодня вы делаете один из маленьких шажков к тому, чтобы понять, а любите ли его родину, а знаете ли ее историю. Желаю всем командам удачи, командного духа, ну и, естественно, победы. Сейчас можно спросить у любого ребенка, кого вы считаете героем. Он скажет, что это какой-то Бэтмен или Человек-Поук. А они не знают настоящих героев, типа Ворошилова или Колобарова. А вот такие игры, по вашему мнению, помогут ситуацию изменить? Может быть, да, может быть, дети будут интересоваться Великой Отечественной войной за счет процесса игры. Настольная игра Великой Отечественной уникальна тем, что противники ходят одновременно. И хотя тактику участники сражения обдумывали заранее, элемент неожиданности никто не отменял. Сейчас перед нами комплект настольной игры Великой Отечественной. Я правильно понимаю, что понадобится игрокам, для чего здесь все это разложено? Все игрокам понадобится. Это разложено для того, чтобы команды из шести человек друг с другом могли посоревноваться в миниатюрный танковый биатлон. Вот как в Алабе нам происходит. Вот примерно то же самое и здесь. По итогам соревнований выяснилось, что лучшую тактику разработали ученики 13-й гимназии. Команды из этого образовательного учреждения заняли первое и второе места. Те, кому в этот раз не повезло, могут взять реванш. При этом организаторы говорят, что в следующий раз участников будет больше. Турнир может стать международным и, возможно, будет проведен в Алабино или Крыму. Евгения Августина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.